Несмотря на то, что кишиневцы больше не обязаны носить маску в открытых общественных местах, многие все еще ходят с ней по улице. Одни говорят, что хотят обезопасить себя таким образом от коварного вируса, другие отмечают, что уже попросту привыкли прикрывать лица. Все же граждане признаются, что невероятно рады послаблением, введенным столичной комиссией по ЧС в здравоохранении на этой неделе. Ведь, по мнению многих, носить маски на улице – бесполезное занятие. Решение отменить маски в общественных местах муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здоровья приняла накануне. О нем в своем фейсбуке тут же сообщил городоначальник. Позже всевозможные СМИ принялись доносить радостную весть до граждан. Но сегодня мы увидели достаточно людей, которые еще ходили по улицам в защитных масках. Вчера комиссия приняла решение, что маска больше не обязательно. Отлично. Так лучше? Ну, конечно, лучше. Знаю, что маска обязательно. Больше нет. Кто сказал? Вчера было принято решение. Значит, до меня не дошла информация. Но я все равно сейчас без маски, потому что она в кармане. Несмотря на такое существенное послабление, некоторые нам признали, что с маской пока расставаться не готовы. Я не из страха, тем более, что я привитая к привычке скорее. Вот я уже старый человек, поскольку живу одна. Я боюсь, и я вот вышла все равно, маску не снимаю. Почему носим? Чтобы обезопасить себя. Знаете, что она больше не обязательно. Даже если и так, все равно буду ее носить для защиты. Раньше меня могли оштрафовать за то, что на улице я не ношу защитную маску. Но со вчерашнего дня она перестала быть обязательно в открытых общественных местах столицы. Однако маску необходимо носить на публичных мероприятиях или в местах скопления людей. Более того, маска остается обязательной в закрытых помещениях, в том числе в общественном транспорте и на остановках. Она должна закрывать и рот, и нос. Большинство тех, с кем нам удалось пообщаться, говорят, что давно ждали снятия этого ограничения, поскольку считают, что маски на свежем воздухе уж точно носить не надо. Это на воздухе, я думаю, что нет в этом смысла. Поэтому, слава богу, что приняли такое решение. Потому что люди просто мучились. Сидя в парке в 50 метрах от человека, мне кажется, немного странным надевать маску. Все же нужен и кислород организму. Я на улице и не носила, только в многолюдных местах. В маске я задыхаюсь. Согласно решению муниципальной комиссии ПЧС в церкви общественного здоровья, столица перешла под желтый уровень эпидемиологической опасности. Поэтому власти разрешили проводить 31 мая торжественные линейки для выпускных классов. А летом будут работать и детские лагеря отдыха. Заведения общепита, театры и концертные залы возвращаются к обычному режиму работы с соблюдением всех противоэпидемических мер. Правда, ночные клубы, дискотеки и караоке-бары работать пока не будут. Возобновляют свою деятельность места отдыха и парки развлечений. Субтитры создавал DimaTorzok